Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это были элементы фигур высшего пилотажа, используемые в воздушном бою Воздушный бой, который ведется на предельных режимах возможностей самолета Вот используются вот такие фигуры Они используются для того, чтобы победить в воздушном бою Липецкие летчики в Перми гости нередкие, но в основном бывает, что называется, проездом Используют наш аэродром «Сокол» как базу во время выставок вооружений в Нижнем Тагиле Поэтому нынешний импровизированный мастер-класс в Пермском небе можно смело назвать событием уникальным Сокол и Россия одна из трех отечественных пилотажных групп, летающих на боевых самолетах Но если русские витязи истрижи у всех на слуху, так как специализируются именно на показательных полетах И участвуют практически во всех авиашоу, то липецкие асы неизвестны гораздо меньше Опять-таки в силу своей специфики «Сокол» и Россия — это в первую очередь боевые летчики Поэтому высший одиночный или групповой пилотаж для них — это отработка тактических приемов Которые могут помочь пилоту победить в реальном бою Это реально боевые самолеты, которые способны выполнять боевые задачи, равно как и летчики Это не самолеты, приспособленные отдельно для пилотажа Мы показываем на различных форумах, куда нас приглашают Мы показываем маневренный воздушный бой, звена, пара на пару истребителей Мы стараемся применить даже такие экзотические маневры, как «Колокол» на бою Пилотирование в сомкнутых строях по тому курсу, по которому мы летаем Это вершина подготовки летчика Пилотирование происходит на дистанциях 3-5 метров Но это вам для ясности представления размера самолета Длина 22 метра, размах 15 Пилотаж в сомкнутом боевом порядке – это одно из почти 800 различных упражнений, предусмотренных курсом боевой подготовки для пилотов Тренировки по пилотажу в группе «Соколы России» проводят несколько раз в месяц А в остальное время они наряду с другими пилотами выполняют полеты по всем видам летной подготовки Атаки наземных целей, пилотаж ночью, дозаправка в воздухе, ну и так далее Поэтому-то самолеты Липецкого авиацентра и можно видеть в небе в самых разных регионах России и за ее пределами Там, где проходят крупномасштабные стратегические и тактические войсковые учения Есть в истории «Соколов России» и весьма примечательный факт В 2000 году именно начальнику Липецкого авиацентра Александру Харчевскому доверили обеспечивать перелет на Су-27 Исполняющего обязанности президента России Владимира Путина из Краснодара в Грозный и обратно Мы выполняли задачу государственной важности Необходимо было доставить его в Чечню Таким образом, чтобы никто не догадался и сбан в формировании И было неожиданно для всех руководителей, которые там находились в Чечне Задача была просто использовать истребитель, чтобы никто не подумал, что на нем может лететь президент Я вам раскрыл все секреты В нашем регионе летчиков, способных показать нечто сравнимое с пилотажной группой «Соколы России», прямо скажем, немного Но они есть, и хулиганят они в небе не меньше, чем именитые пилоты из Липецка Место приписки наших мастеров штурвала — аэродром «Фравы» Дух захватывает даже на земле Первое ощущение такое — что-то случилось На борту неполадки И вроде умом понимаешь, что в небе профессионал своего дела А сердечко-то сжимается Закаживающейся простотой и естественностью полета долгие годы обучения и многие часы налета Даже у любого автомобиля свой характер, а уж у самолета тем более Пермские пилоты показывают «Соколам России» возможности самолета Як-54 От привычных им боевых сушек шустрый Як отличается многим Он изначально другой — спортивный самолет Вот для чего это спортивная авиация, кстати В принципе, это узаконенное хулиганство Можно так трансформировать Но хулиганство по правилам Оно ведь не может быть бесправедным Оно с правилами Поэтому появились фигуры высшего филотажа Потом эти фигуры были классифицированы Появился каталог аресте Все это было занесено Радиальное вращение немного быстрее Но мощнее это сразу видно Полет, который в самолете Як-54, он намного интуитивен Это еще и более интересная такая игра То есть как вообще вот летчик должен вообще пилотировать А интуитивно — это значит смотреть на все, но ни на что конкретно Быть везде — одновременно нигде И еще надо быть вне самолета Потому что тебе не надо быть внутри Там и смотреть-то нечего Там приборов неподвычные Нет, у них есть необходимые Контроль на просе силовой установки Там давление масла, температура — это все есть Но все, что связано с положением самолета в пространстве Все эти вот приборы, которые, в общем, заки необходимы Начиная от горизонта заканчивая Может быть, более такими пилотажными вариометрии и так далее Они полностью отсутствуют и все в голове Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я прошу Ты рассказал, что самолет практически все прощает Да, он все прощает Прощаешь русском, он сам выходит Да Легко Легко Все, тогда полетели Бравада среди товарищей полетному делу присутствует завсегда На самом деле все гораздо более серьезно Ни один из пилотов не пересядет на аппарат другого типа Без предварительного инструктажа и полета с инструктором Как правило, ученик после полета Разрешите получить замечание, спрашивает У того инструктора, который его, есть такое понятие, провозит То есть провозка, пилота, да, на новом типе Не важно на каком Но и, как правило, получает эти замечания И не важно, кто он Он может быть премьер-министром, он может быть обычным человеком Или он может быть студентом Это не играет никакой роли Каждый из фигур пилотажа сначала прорабатывается на земле Еще до подъема в воздух пилот продумывает весь предстоящий комплекс действий Особенно это актуально, когда в небе самолет не один, а два и более Главное, ко мне подстроиться парой Понимаешь, подстроиться парой Я буду на высоте шестерей Отдельная тема для беседы – это приметы, связанные с пилотами и самолетами Более суеверных людей найти сложно Самые известные из примет – нельзя говорить – последний полет Любой летчик скажет – крайний И это только верхушка айсберга Сами пилоты говорят, что они просто сотканы из всевозможных примет Никогда не собирают, например, цветы на аэродроме Никогда их не уносят сэрбран Никогда не делают фотографии до полета Всегда делают фотографии после полета По возможности никто никогда не стоит на своей части самолета Всегда находится в хвостовой части Почему? Потому что все эти вещи, они в общем-то продиктованы тем, что в воздухозаборник идут, винты, не дай бог, попадешь Кто-нибудь что-нибудь делает в кабине, ты тут мимо тусуешься, раз попал, и вот еще все это восстанавливает Есть еще кое-что, о чем пилоты стараются не рассказывать не только общественности, но и собратьям полетному делу Общение со своим товарищем самолетом – один из самых интимных моментов не для лишних глаз У меня мамистов пишет у нас в сборной такой мощи, то есть второй счет Как ты мне сказал, ты знаешь, я тебе говорю, я вообще удивляюсь Я думал, что я один такой сумасшедший, оказывается, тоже такой же ненормальный Я тоже смотрю, ты говоришь, вы увидели Ну вот, а когда мы говорили с Торжуком, мы говорим, о, у нас тут вообще интересно Су-24 вообще нужно гладить по-своему, оказывается Вот за это место тут не погладил, не будет работать В авиацию приходят разными путями, кто-то через военное училище, кто-то через хобби Но однажды попав в течение Пятого океана, вырваться из его воздушных струй уже невозможно Это признают и гражданские, и военные летчики Авиация не может ведь стоять, она, в общем-то, не терпит застоя Там ведь нет точки остановки Это с точки зрения даже самой методологии подготовки пилота Потому что ты остановиться не можешь, тебя будет пить жив Вот ты научился управлять самолетом, воздушным судом И это на всю жизнь, и это на всю жизнь Ну, как говорится, поднимем бокалы за то, чтобы количество взлетов равнялось числу посадок Ну, а у нас на сегодня все Увидимся в мужском клубе в эфире телекомпании «Репей-Репей» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok